В Адыгее муниципальный чиновник разбил нос жителю, который пришел жаловаться на коммунальные проблемы в родном поселке. Его поведением озадачена прокуратура и власти республики. Цивилизованные и безопасные для здоровья новости ЖКХ смотрите в нашем еженедельном обзоре. Общественная организация ЖКХ-контроль составила рейтинг самых популярных коммунальных жалоб россиян в начале года. Безоговорочное первое место, неправильно начисленная квартплата, некорректные пени, штрафы, переплаты за ресурсы. На втором месте плохое содержание многоквартирного дома, на третьем некомпетентное управление имуществом. Бороться всем этим предлагают методом внедрения современных технологий и подготовки кадров. Процент фонд. Антимонопольщики России придумали еще одну коммунальную структуру, куда хотят отчислять деньги с каждой квитанции. 1% от квартплаты планируют отправлять в инфраструктурный фонд ЖКХ, как церковную десятину. Создать его предполагают к 2024 году. Цели новообразования размытые, модернизация, эффективное развитие. Видимо, решили в ФАС, что мало нам скандальных непрозрачных фондов капремонта. Нужно создать еще один. Хорошо, что правительство не спешит одобрять. Не повторить ошибок лютой зимы. В Пуруском районе заменят 11 километров теплосетей во избежание новых коммунальных аварий. Январь и февраль проверили на прочность коммуникации в Таркасале. Слабых мест оказалось предостаточно. Глава района Антон Колодин и Ямал Коммунэнерго определили самые проблемные участки. Обновление коснется 5% отопительных труб района. Раздельному сбору мусора быть переработки нет. К 2024 году на Ямале появятся три мусоросортировочной линии. В Новом Оренгое, Муравленко и Целихарде. Сырье на завод будет свозиться со всего округа. В том числе из отдаленных населенных пунктов. Делиться на фракции и вывозиться со пределы округа. Не исключено, что скоро в каждом дворе появятся разноцветные контейнеры для раздельного сбора. Через 10 лет федеральный экологический оператор собирается перерабатывать до 100% отходов. Мечтайте и вы о великом и труднодостижимом. Вместе с Сергеем и Аленой Рынько, телерадиокомпании «Сигма» для НУР-24.